здравствуйте друзья здравствуйте сейчас погоди опять картинка наша исчезла подождем минутку может нас показывает а может нет вот так друзья сегодня я выступаю докладом и мой судокладчик тимофей сейчас плане небольшой беседы тимош начали я должен про здоровье должен предупредить людей сам намучился не хочу чтобы другим учить так друзья эта минута 10 лет назад паховая грыжа слева удачная операция все нормально но опытный хру пощупал мне правый бог и сказал ждите а тут еще одно а профилактика откажитесь от ремней от резинок и переходите на подтяжки прошло 10 лет я его ухом не повел заработал еще одна операцию и намного болезней возраст не тот значит поэтому я просто считаю что я должен каждый раз когда что-то я советую я надеюсь что кто-то не повторит мои ошибки точка брючный ремень давай брючный ремень переходим на подтяжки или или кому-то не повезет так теперь этот первый пример любое все чтобы не говорим все обязательно проходит через просвещение все это должно быть в школе еще и даже брючный ремень школе и вот это вот юноша ребенок девушка мужчина женщина вот вся физиология должна проходить в школе они потом как у меня дальше пойдем тимур как тут написано как легко без труда отличить гадюка от уже мы сейчас не будем объяснять я единственно в жизни только змею то ли уже видел на 36 лет здесь в лесу единственный раз вот это из я взял из книги который на красная книга исчезающие животные так вот для чего это говорю вот пример конкретный опять про школу опять давай объясни что это такое ящерица где у него лапы ну ладно обходится без лап вот а я убивают 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 совершенно безобидная вещь часть природы часть печи почки почему убивают вот так вот только громче говорит вот это надо проходить школе дальше сейчас тимоша пока посидеть я скоро вернусь опять тебе больше показывать как ты обрезку делал еще раз тот кто друзья мои это я не самый популярный блогер что-то сожалению считает что все нормально позади выступление людей позади омон позади рты заткнули и покупает на всю россию 20 заводов вот устаревших с высочайшей концентрации вредных выбросов это все что у нас ждет впереди выброса меньше не становится еще раз призываю яма а это снимок до чего выбрал вот здесь было я мы через несколько лет посмотрите сколько в ней питательных исчез ведь это после кошения все вокруг растет как положено а здесь вот такой вот мы своими руками грубим свое богатство мусор это богатство мусор это богатство вот как чтобы до туда дошло как чтобы показали пример как чтобы призвали людей миллионы десятки миллионов дачных участков этих самых и лпх и прочее десятки миллионов десятки миллионов ям плевать что там к эти самые пластик что там стекло главное они все равно через четыре тысячи лет их не будет на вот а главное это богатство которое мы гробим всю планету ведь нас сильно много мы же не можем чтобы не травить речки вы же кругом и всюду высыпает мусор по всем этим все загажено просто не видно из москвы этого зайдите в ближайший лес посмотрите что творится что если у здесь сибири столько места нет надо все отравить это вот 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 выход вот а тут 500 просмотров за месяц дальше-то куда за криком кричу криком ведь это так просто ям выкопать это тоже криком еще раз коротко это опасная дорога даже гаи я спрашивал майора который тут стоял ожидала кого поймать не не знал для чего здесь вот это написано на равнейшем участке здесь бьются машины бьются бьются об этом говорю сейчас я предлагаю наука должна брать шире вот неужели да надо ждать пока тимошка вырастет вот здесь справа и слева вот особенно справа я всегда удивляюсь каким узорами расчерчена трава совершенно разное разнотраве такое что видно что это не одна сплошная этот самый почва все намного сложнее изучать надо изучать надо а вот как я изучаю соседи забросили картошка ва даже картошка не растет 20 лет как последний раз здесь пробовали садить ни одна вот какое-то деревце вот одно тут вылезло вы представляете а здесь дом построить картошка не растет но это же изучать надо это же так просто если сделать специально тонкие приборы которые заменят лазу эту и рамки эти самые г-образные вот ну чё смеетесь а ждать пока еще один мой многих этот сашка вырастет а он здоровья кстати быстрее угробит вот за этими компьютерами тоже об этом никто не знает не ближе к привычному нам садоводству ну вот в этом году оказалось сенцы у меня практически погибли но не все вот видите слева мертвые вот теперь я знаю что вот это дерево с его веточками на прививку на будущее самая морозостойки в мире это уже точно он вообще не имеет права жить но отбор произведен погибли персики которые плодоносили сельцы 240 градусной зимы но эти как-то чудо но есть еще продолжать это это отбор произведен он ведь не просто этот персик 240 градуса зимы пережил нет он еще и самый теплую зиму пережил она отвечала с тем что осенью ушли неподготовленные в зиму деревья потому что очень долго тепло стояло вот так климат меняется но приспосабливаемся вот этот персик это самое тысяч за 10 долларов надо выкупили бы может и согласился бы он просто никому не нужен тимоша тимош тимофеев теплицы он поливает эту теплицу так а здесь получается так что я бы в жизни не так не подумал с теплицу садить но я еще раз говорю шаломай сахалина который теплицы вырастил моей же персик тот же хасанский правда привитый получил вот эти оплодив 3 раза больше моих я разозлился посадил теплицу и сказал себе или будет обычная 30 40 грамм или необычная ждем интересно вот давайте лета смотрите осенью смотреть что будет мне интересно чтобы да вот это вот объяснить почему ты здесь качестве уже профессионального обрезчика деревьев а почему ты так ладно а теперь скажи пожалуйста почему ты так режешь вся наука требует отрезать на концу целиком так вот давайте так делим садоводство также на старое и новое всегда когда вы друзья прочтете и увидите схемы рисунки фотографии где обрезка сделано кольцо вот это страшная ошибка страшная ошибка убитая в башку миллионами ученых за все столетия миллионы с этим уже маскид миллиарду людей простых это страшная ошибка оставляйте вот такие пеньки почему никто кому раньше эту голову не пришло вот я всегда говорю вот я не день я учитель денег там говорю никогда не верьте не верьте не верьте не верьте то что читаете пусть за этим стоит опыт начиная от платона и это самое и кончая современные ученые не верьте вот это главный мой совет не верьте и тогда у вас все получится вот а с удовольствием сложилось так что все надо делать наоборот любой совет наоборот ладно а скажи пожалуйста такое не похоже ледяная вода так и было один такой счастливый ну потому что я закаленная купаюсь а ну-ка вспомни с чего началась твоя закалка с четырех лет а что мы делали посреди зимы ты залез мне на загревок вот сюда забыл уже четыре года залез там на загревок я залез в воду и ты на мне висел а потом я взял и упнулся а ты так и остался на загревке потом я так удивился что ты сказал еще хочу а я-то все помню но это правда после сауны было вообще ребята вот насчитывает коронавируса видите видите идем дальше закалка то вот площадки пустые сегодня вон они все были хоть один купался вы сегодня там эти шашлыки из этой среды лежали нет нет правильно а нет купались здесь там лягушатники а ты кто в лягушатнике лягушатник это не то ну ладно давай на этом все вот пока ты свободен дальше я буду говорить о других вещах ну если хочешь сиди и слушай дальше вот это вот самый сладкий абрикос манджурский который сергей уничтожил потому что он затенял питомник ну подумаешь у нас их много а я такой счастливый что он возрождается не мешал ему пилить вот земли в стране нет но теперь лишнего доказательства почему я их манджурский абрикос называют неубиваемые вот это еще почему потому что продолжается вакханалия везде и всюду про обрезку деревья прям не могут жить без обрезки ко мне идут письма каждый раз когда я люди жалуются что деревья письма и много звонков я и доволен счастлив этим но когда подряд несколько человек написал что у них сейчас в июне в конце июня погибают деревья или просто покрыты мхом или полностью клей вот грибами я каждый раз говорю врезали а как я тогда нашел вот этот вот снимок один из первых это ключевой снимок почему просто отрезал веточки на прививку отрезал с большой высоты метров длиннющим секатором длиннющим ручкой вот естественно замазать не мог раньше пришло следующий год ну а теперь смотрите целое все не обрезанное это один из тех снимков один из детских кишотин которые когда-то украсит все учебники потому что дураков не убедить они когда из поколения поколения верят тому что именно при предыдущие а чем каждое поколение двигалась на север двигалась и двигалась и достигла до таких широт где вообще дерево с секатора вообще подходить нельзя вот и вот эти вот снимок как им доказать как всю россию переубедить и сперва у людей уничтожит дерево или полу загубят а потом уже обращаются ко мне и